Салам, салам! Идем сюда, идем сюда. Если из Гинской свадьбы, я скажу Сара Лизгия. Если Дагинская, я скажу Радеч, Дела Узби. Если Лакцы, я скажу Хинсабиану. Я люблю Дагестанскую кухню, но я врать не буду. Обожаю шашлык. Люблю этого народа и всегда чувствую себя, как Дагестанец. Честно говоря, кумырский легче по произношению. У них нет вот такой... У моего отца две жены. У отца 13 детей. Салам, салам! Бонжур, медамы и дамы, господи, господи, господи. Мне очень приятно. Я случайно сюда попал. Вообще, я уже многие знают. Я приехал, я вообще-то хотел учиться в Москве или в Санкт-Петербург, потому что многие у нас знают о России. Но про Дагестан никто не знает. Каждый год Московский университет РУДН вычисляет какое-то квоту, количество иностранных студентов, которые могут приехать учиться в Россию. Но в этом году я не попал в квоту. Я сказал, куда тогда имена, куда вы мне предлагаете это. Они сказали, есть там Дагестан. Я думаю, Дагестан это что, Узбекистан, что ли, или Афганистан. Я слышал, Дагестан, они говорят, нет, это бывший советский совет, это Россия. Я когда студентом был, нам сказали, вы будете выступать на студенкиске, вот это весна бывает. И я оттуда начал. Потом студенты стали меня пригласить на свадьбу. А если бы мы знали бы, как он поет эта наша прекрасная песня Джан Дада, давайте, давайте мы дадим ему такую возможность. На сцене Пьер Раджо. Аплодисменты. Это было на концерте, это было в Деменском районе, это в Астронском, попросили петь песню Джан Дада. Я в Камероне так, мы делали себя, мы тренировались там, пели, просто как хобби. И я когда приехал сюда, я заметил, что именно в Дагестане люди очень интересуются музыкой, интересуются, поэтому даже если вы заметили, оттуда, с другого региона, да, приезжаю сюда работать, петь. У каждого языка свои, свои чуть-чуть трудности. Лягский, кумынский, но кумынский легко удается, да, между нами. Честно говоря, кумынский легче по произношению. У них нет вот такой... Лизгинский тоже легкий язык, но у них чуть-чуть... Ре, хе, 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 хе. Так чуть-чуть есть свои срочности, свои срочности тоже есть. Я пел английские песни, люди танцевали, танцевали, да, везде на свадьбе танцуют. Ну, это не хватает. Но ты представляешь, что иностранец, африканец, иностранец, африканец, который исполняет на аварском языке, на табасыганском языке, на дагинском языке, на лизгинском языке, на кумынском языке, конечно, я удивился бы, если ты пел бы на моем родном языке, африканский, я был бы... Это был бы для меня шок, конечно. Можешь на мне оттой на телефон, фотка. На видео, я потом... Вклак... Тут народ такой, видишь, такой народ, простой народ, гостеприимный народ. Я даже не замечаю, что у нас чуть-чуть разница есть по цвету кожи. Мы одинаковые, и вы и так тоже темные, как мы. Я был в ГУНИП, Ботлик, очень понравилось. Вообще-то, дагестанская свадьба очень бывает зажигательной. Как люди зажигают, танцуют ледгинку там. Я люблю дагестанская свадьба, но я врать не буду. Обожаю шашлик. Я шашлик обожаю. Я не знаю, как жить без шашлика. Я не могу без шашлика жить. Это тем более с бараниной, антикотом, пистолетом. Я просто обожаю. Один день пришел на агландскую свадьбу. Тамада был лезгин. Я подумал, что Тамада лезгин, наверное, 100% лезгинской свадьбы. Я начал сказать там, старый лезгин я, сара, жекила, сара, сахая, ваха, там, здея, бубая, засквиканзова. На лезгинском я стал там. И я смотрю реакцию людей особо. Никто не реагировал. Я думаю, что стало, не могу понять. Оказывается, это была аварская свадьба. Потом друг жениха подошел ко мне и сказал, брат, тебя никто не понимает. Это аварская свадьба. Ну ладно, о вас там скажи что-нибудь. Мне как-то неудобно стало. Я сказал, ну ладно. Салам алейкум, Ахачкала. Я желаю вам всем слуху. Желаю вам добро, мир, здоровье, счастье. От все париж. Салам алейкум. Я сам по себе очень позитивный. Сам по себе люблю юмор. Я очень иногда заставляю людей улыбаться. Потому что я очень позитивный. Я не обижаюсь. Я на людей очень редко обижаюсь. Я люблю Казахстан. У моего отца две жени. У нас вместе со мной, у отца 13 детей. У мамы 7 детей. У другого 6. Мы вместе живем точно. У каждой жены свой дом. Вот в Камеруне природа очень хорошая. Постоянно тепло. У нас зима не бывает. Я ехал домой каждый год. Сейчас уже придется. Когда границу открою, я поеду домой. Хорошо. Потому что все равно надо видеть. Разговор по телефону – это другое. И видеть это… Разговор по телефону – это одно. А видеть это другое совсем. Совсем другое. Четырнадцать лет я загулял. Езда почти одинаковая. Потому что у нас в Камероне тоже так же по правам мы едем. И как сказать, одно и то же. Просто тут люди немножко злые, за улем бывают, нервничают. А почему не пропускают? Почему тихо едут? А так одинаково. Все меняется. Годы идут, и года идут, и менталитет меняется. Уже не как раньше. Раньше даже за другую нацию не давали. Нации, главное, что это не нация. Главное, чтобы человек был хорошим. Не смотря, откуда бы ни был. Поэтому сейчас многие в Дагестане на это не смотрят. В 2011 познакомился с женой. Мы познакомились, и мы решили жениться. Появились у нас дети в 2012 и 2016 год. У нас двое детей. Я горжусь своими детьми. И мне хорошо. Я рад, что они есть. И я их глубину ценю. С тобой сфоткаю? Салам, салам. Если поработать, я часто бываю в Баку, в Казахстане, в Москве, в Сургут, Ростов, Астрахан, Ставрополь. И вот это за пределы Дагестана. Если на меня долго смотрят, я понимаю, что это дагестанец. Потому что дагестанцы Диаспо меня знают. Многие меня знают. Они же там живут, хотя там живут, но они очень интересуются. Они любят свой край. Я, как сказать, немножко тут, тамовский и чутовский. Могу так сказать. И тут, и там. Я чуть-чуть золотую середину, получается. Да, я уже настолько ближе стал к Дагестану, что я даже не нахожусь в Дагестане, потому что я пою на свадьбе. Это, не знаю, никакой деньги меня не удержало бы сюда, если народ был бы плохим. Просто народ хороший. Я из-за этого остался в Дагестане. Это не из-за никакой денег, никакой свадьбы, нет. Просто я, ко мне хорошо относился, я тоже уважаю и отношусь хорошо, соблюдаю все правила. И я стал дагестанец. Я уже как дагестанец. Я работаю в таком круге, где меня поддерживают. Я вообще нашел свой путь, свою дорогу. Это благодаря моим окружающим, певцам, коллегам, коллегам, которые со мной работают. Они меня принимают как свои, держат мою руку со мной везде. Песня называется «Севгий паим». Переводится как «Потерянная любовь». Это чисто восточная, юждашка. Переводится как «Потерянная любовь». Переводится как «Потерянная любовь». Продолжение следует. Продолжение следует...